Всем привет, с вами Apple TM. Ну что, ребят, меня уже просто задали тучу вопросов о том, как записывать экраны iOS устройств, и наконец-таки я созрел, чтобы рассказать вам, как записывать экраны iOS устройств, и в частности iOS 7. Давайте же начнем. В начале скажу, что имея компьютер Max, это очень просто. Достаточно включить функцию AirPlay Mirroring, и перед вами появится ваше Apple устройство, то есть рабочий стол и все вот эти вот вылазящие менюшки. Но с другой стороны есть компьютер Windows, и мне кажется, что пользователи Windows большинство, и вот как бы здесь начинаются пляски с бубнами, с костылями во все стороны, потому что мы начинаем гуглить, искать способы, которые обычно корявые. Есть парочка некорявых способов, это рефлектор, AirServer, iTools, и сейчас я вам расскажу о моем способе, как стримить экран вашего iOS устройства на ваш компьютер, это AirServer. Согласен, что в некоторых ситуациях может быть проще, удобнее и вообще круче использовать рефлектор, но тем не менее, мне ближе AirServer, и сейчас я вам расскажу, как стримить экран вашего iOS устройства через AirServer на компьютер под операционной системой Windows. Перед нами мой рабочий стол и iPod Touch, который мы сейчас пока что положим в сторону, поговорим о AirServer. Для этого давайте перейдем в Google Chrome, смотрите этот сайт в описании к этому видео. Здесь мы можем увидеть, что есть реальная версия бесплатная на один компьютер, но на 7 дней. И дальше пошли цены, 15 долларов стандартная лицензия на 3 компьютера и 12 долларов учебная лицензия, то есть для школы, преподавателей и все в этом духе. Программа есть для компьютеров, для Mac, соответственно, можно использовать на этих обеих системах. Можно скачать совершенно спокойно вот эту 7-дневную реальную версию и потом просто сломать на рутрекере. И у нас есть нормальные AirServer, которые мы спокойно можем использовать. Давайте теперь поговорим о том, как стримить. А чтобы стримить, ничего сложного делать не нужно. Берем Apple устройство, в моем случае Apple Touch, и включаем на нем Wi-Fi. Давайте подождем, пока он включится. Вот, в принципе, он уже и включился. Переходим на рабочий стол, запускаем AirServer с рабочего стола, нажимаем Activate, или если мы сломали рутрекера, то просто запускаем и нажимаем вот здесь вот на Close. В углу появляется надпись, что AirServer запущен и готов к использованию, и, в принципе, про компьютер теперь можно забыть. Открываем пункт управления, видим появилась вкладка AirPlay, запускаем ее. Смотрите, что была включена функция видеоповтора, иначе вот это все не отобразится на компьютере. И, в принципе, на этом все. Вот перед нами уже мой iPod Touch, мой рабочий стол моего iPod Touch, и я совершенно спокойно могу, например, записывать обзоры игр, используя вот это окно. То есть, действительно, как вы видите, все очень просто, и тут уже дальше просто дело техники взять и записать вот эту видеодорожку вот так вот, например, через фрапсы, и, как я сказал, снять обзор какого-нибудь обзора игр, или обзор какой-то фичи iOS 7, и все в этом духе. То есть, как мы видим, все действительно очень хорошо работает, все отлично стримится, звук будет ищи из колонок. Вот сейчас я это продемонстрирую. Звук идет из колонок, и, боюсь, YouTube меня забанит за использование лицензивной музыки, поэтому остановим это все дело. Вот таким вот образом можно совершенно спокойно стримить экран нашего Apple устройства на компьютер, и все, правда, очень просто, и вы видите это вот сейчас. Давайте, в принципе, на этом и закончим. С вами был Apple TM, если ты тут впервые, то подписывайся на канал, вот эта обоина есть в описании, ставь пальцы вверх, это очень важно, очень-очень-очень сильно важно. Комментируй видео, не забывай о яблочках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok